В доброй сказке Твоей красотой я был навеки покорён Я вспоминаю этот миг, как сладкий сон Ты самая красивая из всех, кого я знал Ты самая красивая, я о такой мечтал Ты самая красивая из всех, кого я знал Ты самая красивая, такую я искал Витаю вас! Сегодня на ваших гостях российский спевак Михалу Михалу. Витаю вас у нашей студии! Мне приятно, что в очередной раз я стал гостем вашей студии И рад порадовать зрителей телеканала ТАА своими песнями Мне приятно, что очень часто в эфире вашего замечательного телеканала Мои песни идут в поздравлениях И телеканал не даёт забыть моим поклонникам Несмотря на то, что я выступаю везде, по городам, по миру Не позволяет забыть мои песни и помнить Заказывать их И вот сегодня мы открыли нашу программу «Песни ты самый красивый» Клип, который снят много-много лет назад И многие меня знают по этому клипу И это стало на визитной карточке Как и песня «С днём рождения» Которую часто сейчас поздравляют Передачу песню «Моя звезда, моя отрада» Но это не об этом Я очень рад И спасибо, что пригласили в очередной раз к своей студии Я думаю, что вам было бы очень интересно узнать И вот про вас больше Расскажите вас, где вы народились, где научились? Ну, это вопрос звучит очень часто И в интернете, на моих сайтах Михаиловс.ру, Михаиловс.б Очень много подробно написано, где я родился Я родился в семье военнослужащего У меня папа лётчик На Дальнем Востоке, в России Но, так как судьба военного – это всегда переезды Мы очень много переезжали И было много смен школ Дальний Восток Старатов, Венгельс, Москва Потом я осел в Москве Потом папа демобилизовали Мы приехали в славный город Применчук Полтавской области Я влюбился в Украину Я закончил Киевский институт культуры Тогда еще Корничука Потом попал в свой бизнес в Москве В России И вот так уже порядка около 20 лет живу в Москве Но мои корни, моя мама живет в Корничуге Я часто приезжаю в город, где меня ждут Где меня любят, где много друзей Где я тоже начала работать на телевидении, на радио Мы с вами коллеги И я очень рад, что вот эти встречи, они незабываемы И они продолжают снова, снова, снова спустя много лет Про это было, как у вас предстоит, что вам еще будет повзять в свою жизнь Самость песни? Ну, я пою с детских лет И в ранние свои детские годы я остановил ряд многих фестивалей Тогда еще была одна большая сторона Советов, Советский Союз, и тогда со всей страны, из Москвы, либо в регионы, в разные республики приезжали молодые таланты и показывали свои искусства. Мне приятно, что я 30-го становился лауреатом песни в фестивале, имели три золотых медальки лауреата, но я никогда не думал, что песня будет моей профессией. Я работал пожарным, я работал художником-оформителем, я мечтал стать ветеринаром в детстве, лечить животных. У меня было кого-то, только не было дома огромный злой уголок, но я никогда не думал, что песня будет моей профессией. И песня меня связала с профессией уже лет 15, когда я первый раз ушел на сцену, до этого я работал продюсером, выпускал первые лазерные компакт-диски. Это вот такой диаметр 12 сантиметров диск, а раньше были виниловые большие пластинки. И я был первый, кто выпускал первые компакт-диски, Лариса Дольный, Барыкин, Старуханов, Пенкин, Камзон, Кузьмин, Лариса Рубайская, Юрий Рыбчинский, Владимир Быстряков. И уже когда запели все, поющие режиссеры, статирики, не было ни одного поющего продюсера. И я думаю, а что на хуже? Я решил запеть, вспомнить свое детство и стал первым в России поющим продюсером. Выходили ведущие на сцену и говорили, я сейчас для вас пою, поющий продюсер Михаил Михайлович. Но я тогда пел песню в стиле ретро. Наразовалась маме песня. Унижаться любя, не хочу и не буду, я забуду тебя, я тебя позабуду. Я записал эту песню. Наразовалась та песня. Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись. Я столько миг, между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Я записал эту песню. И популярность этих песен переросла на меня самого. Стали меня называть стопроцентным шлягером. То есть эти песни действительно были шлягерами, они звучали из каждого раскрытого окна. И потом уже начали говорить, что сейчас для вас поет мистер шлягер Михаил Михайлович. Я говорю, почему мистер шлягер? Доктор шлягер у нас в России есть, это Вячеслав Добрынин. Я не мистер шлягер, потому что они говорят, как мне песня, это попадание. И твои песни лечат людские души. Вот это самое главное. Когда то, что ты делаешь, нравится людям, в этом есть большое счастье. Это не измерит никакими деньгами, никакими званиями. Заслуженный, заслуженный, народный, какой хочешь, можно назвать. Но когда ты любим народом, когда тебя любят, тебя хотят, когда заходят в интернет и пишут тебе тысячи добрых отзывов, вот ради этого стоит жить, хочется жить и радовать вас, дорогие мои зрители, красивыми песнями. Чего мы сегодня вместе с серователем ведущим на канале будем делать. Прозвольте, вы нас как-то у вас в прошлом зале назвали «Столичка Агара». Вот это столичная пресса назвала. Почему? Потому что я уже сказал, что песни, вот эти шлягеры, которые я пел, они действительно были шлягерами. Но я был первый, кто в 91-м году начал их перепевать. Это сейчас модно стало брать ретро-песню. И сколько групп там. А тогда я был первый, кто после Лиза Цепина и после фильма «Изумля Санникова», когда ее пел Олег Анофрис, я первый, кто перепел эту песню «Есть только Мик», к примеру. А потом уже были группы Любея, уже потом кому только Миле не было. Также Юра Рыбчинский мне подарил свою песню «Весна по имени Светланы». Помните, там была такая, ну, очень маленькая, когда была песня. Вот эта песня «Девятый класс», я был тоже первым, кто ее перепел спустя многие годы, когда эту песню все пел ансамбль «Верные друзья». Частливого коллектива нет. И вот эти песни, они как раз вошли в мой компонист, который называется «Моя звезда, моя отрада». Тотой песни, которую меня уже многие знают. Но здесь много очень ретро-песен. Да чего же они везучие? «Горький мед», «Весна по имени Светлана», «Не минуты покоя», чего я вам, также, уважаемые телезрители, желаю. «Ни минуты покоя», «Ни секунды покоя», «Не могу я без вас», «Не могу я без вас». Что же это такое? Вот так мы работаем. Скажите, а кто вам дополнил? Че были такие люди, которые помогали вам установлены вас, как артистам? Знаете, слава богу, были такие люди, которые не мешали это делать. И сейчас злой шоу-бизнес, кто-то кого-то там переходит дорогу, кто-то кому-то мешает. Но слава богу, что были люди, которые не мешали мне это. Я своим трудом постепенно штурмовал олимп шоу-бизнеса. И то, что я добился, что я сделал, больше 100 песен, которые я записал, вот этот DVD-дист, с которым большую часть песен крутит телеканал «Олтана», мои песни, программу «Поздравления», я тоже сделал сам, записал, сам отснял. И я очень рад, что никто мне не скажет, что, знаешь, вот Михаил, мы тебя вкладывали, а теперь давай возвращай. Нет. Что я сделал, я даже нашу колючку, господи, хочу сохранить, да, что люди посылают, что бог, вернее, посылает мне хороших людей по жизни. Вот вас прислал, благодаря вам мы сегодня порадуем и порадовали телезрительной встречи, да, кто я ждал. Вот, то есть я рад, что вокруг меня те люди, которые психически по жизни ведут, мне помогают. Кто-то прислал красивые песни, кто-то подарил хороший текст, я написал на нее музыку. Вот как песни «Мои друзья», которые мы чуть позже здесь в студии споем, мы подарим всем моим друзьям, кто смотрит наша программа. Вот, так что, слава богу, что не мешает, это самое главное. А кто вы решаетесь, попросуете из артистов российских? Вы знаете, со всеми только потому, что я издал альбом из 74-м звезды нашей эстрады, включая Таруханова, там я уже предсвял, Кемкин, Тадзон, Киркоров и так далее, и Сава Борисовна со всеми. То есть нет таких артистов, что уже даже на украинской эстраде очень дружу, с Аурией Каратаром, вы написали красиво, дает Кибитко, я дружу с Витером Павликом, дружу со многими украинскими исполнителями, композиторами Олегом Харитоновым, Валерием Серовой, который писал замечательные, красивые песни, вечерние коктейли, моя звезда, моя эстрада, это их рук дело. Поэтому я со многими дружу, и вот сейчас как раз, чтобы много не говорить, я бы хотел, чтобы мы продолжили нашу встречу песней, которую написали как раз украинские авторы Олега Харитонов и Валерия Стюрова. Песня, по которой меня уже полюбили практически все женщины Советского Союза, бывшего из всех республик, мы все пишут из Ташкента, из Украины, из Белоруссии, из Чечни, из Кавказа. Спортит песню «Моя звезда», «Моя отрада», как хорошо, спасибо. Сорвался лист и падает, а я мечтаю о том, что ты со мной, моя любимая. Мечта моя исполнится, я точно знаю, и будет мне наградою любовь твоя. Моя звезда, моя отрада, как хорошо, с тобою рядом. Моя звезда, мне многое надо, твоя любовь моя награда. Моя звезда, моя отрада, как хорошо, с тобою рядом. Моя звезда, мне многое надо, твоя любовь моя награда. Моя звезда, моя отрада, как хорошо, с тобою рядом. Берешь постельную ведомость, с всей стороны, быстренько записывай, чтобы не забыть. Ну, главное, сейчас есть мобильный телефон, взял, на диктапончик наговорил, что-то быстренько открыл, записал на компьютер, постоянно в интернете, и даже, находясь здесь, я постоянно на связи, и с мирной паутиной не выключаюсь круглосуточно, только тогда, когда сажусь возле самолет и взлетаю. Мне порой спрашивают, там, в одноклассниках, я постоянно говорю на сайте, хотя все у вас в эфире, где-то на гастролях, она говорит, когда вы работаете. Вы постоянно в интернете. Но у меня постоянно с собой ноутбук, постоянно компьютер, постоянно включенный мобильный телефон с оперы, где все мои социальные сайты, Михаилов.ру, Михаилов.бе, MyFanClub.ru, все эти одноклассники, все всегда со мной, я всегда на связи. Это позволяет мне получать оперативно какие-то новости от моих поклонников, отвечать им, буду себя, когда еду где-то в транспорте, нет возможности сидеть за компьютером дома. Вот, поэтому я вот такой оперативный, такой мобильный, и вас приглашаю себе на сайт, там много видео, много песен, много песен. Я думаю, что все эти зрители получат массу удовольствия, те, кто любит моё творчество. Я вас всех жду, всегда рад, на моём там клубе у себя видеть. Все-таки, про ваши песни, вы можете посмотреть на эту первую песню, кого она писала? Знаете, да, написал, да, написал песню, я вообще писал как-то получилось в детстве, пробовал, но я никогда не говорил, что, не думаю, что песня будет моей профессией, вот, но песня «Милая, родная», почему-то она как-то получилась у меня, вот, выстрелила, я ехал в поезде, уезжал из Кремичуга, как раз оставались мои родные на перроне, вот, и у меня изглась как раз песня «Милая, родная», которая так вот полюбилась женщинам, её начали брать во многие сборники, и даже если написать вот на канале «Милая, родная», Михаил Михайлов, откроется, ну, больше сотни сборников, только где она, эта песня выходила. Вот, «Милая моя, дорогая, нежная, я люблю тебя», ну, вот, то есть вот такая песня «Милая, родная», она вот разговаривается, потом дальше были уже «Покатаемся, покатаемся, о любви поговорим, познакомимся, помечтаем, покутим, пообщаемся», либо песня «А мы с тобой на педаль жали, 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 седям ты кочкой и ухабы обижали, жали, тоже моя хлеба, с днём рождения, поздравляю, с днём рождения!» Уйдут печали все, тоска и грусть, с днём рождения поздравляем, с днём рождения! Только лучшие друзья пусть будут, пусть! И в вашу честь, родные люди, близкие, поднимут тост за счастье, за любовь, они подарят добрые улыбки и вам обнимут крепко, пожелают вновь! С днём рождения поздравляю, с днём рождения! Уйдут печали все, тоска и грусть, с днём рождения! Поздравляю, с днём рождения! Только лучшие друзья пусть будут, пусть! С днём рождения в вашей песне. А вы не были какие-то смартфонения, какие-то особенные настроения? Ну, знаете, я говорю, это настроение. Бывает, не спишь, 4-5 утра, вот, и пошёл какой-то, такой, значит, оттуда какой-то такой сигнал записать. Хватаешь ручку, разный листок бумаги, и вот, плещ на педали, лежали-лежали, тоже, часа в 5 утра, позвонил мне Витя Королёв. Я говорю, не спишь? Я говорю, да, уже нет. Ну, как-то дремало меня разбудило. Говорит, пусть, ты ещё не спишь, старик? А время 5 утра, я говорю, ну, уже нет. А вот, так поговорили, положил трубку, дай-ка, думаю, напишу для Королёвы песню. А он такой у нас весёлый, разудалый, такой, ну, бродвей, 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 мастерской. Я был его первым продейсером, который первый выпускал ещё виниловую пластинку в 91-м году, компангисты, в Тур Королёву, а сейчас он поёт серийный круг, там, про цветочки белые, а так далее. Он пел, мальчик, кепочки, и вперёд. И я решил написать песню, такой, весёлый, там, а мы с тобой на педали, жали-жали-жали. И думаю, вот, наверное, в таком стиле сделаю. Потом, когда родилась песня, я думаю, а что я буду отдавать её Королёву? Ну, блин-ка я её пою сам. Вот, и отдал аранжировщику, и получилась такая весёлая, хорошая песня. Так, Витя, извини, песни в том репертуаре не получилась. Ну, в моём она пользуется большой популярностью и любима многими телезрителями уже, которые видели эту программу на концертах. И я очень хочу, чтобы осенью, я уже говорил как-то в одном из эфиров с вашей телекомпанией, что хотелось бы осенью, чтобы организаторы концертного зала «Листопад» выбрали какой-то хороший день, стязались с моим директором в Москве, и мы приехали с сольным концертом, там, что на два, на три, как бы зарядили. И всем моим поклонникам Полтавы и области, Клинчуга и прилегающих районов я бы пригласил бы на свой сольный концерт, концертный зал «Листопад». Да, там, хороший зал есть, и, может быть, как раз, если руководство концертного зала смотрит программу, всегда можно найти самую координату через сайт michaelos.ru, связаться с моим администратором и устроить хороший, добрый концерт с недорогим билетом, чтобы люди могли прийти, отдохнуть, меня посмотреть, себя показать, чтобы чисто символически сделать билеты. Ну, я думаю, что «Листопад» пойдёт нам, вернее, навстречу, и утром просто хороший большой праздник для Полтавцев. И зараз мы без задовольнения послухали одну из ваших песен. Я бы хотел, да, вот сейчас как раз настал момент, когда ещё одна песня моя авторская, но я говорил очень много про интернет, в интернете мне очень много присылают сейчас текстов с разных уголков мира, из Израиля присылали, мне родилась красивая песня «Бескотека в деревне». И вот не так давно молдавский поэт Валерий Шумянский прислал текст «Мои друзья». И буквально за пять минут родилась мелодия, которую я написал, и эту песню сейчас я хочу подарить всем моим друзьям, вам, потому что вы уже мой друг, всем тем, кто работает сегодня в студии, это мои друзья, телезрители, канал «Таро». Давайте музыку и споём её здесь, и адресую эту песню вам. Субтитры создавал DimaTorzok «Бескотека в Канаде» «Была с детством и хранить в стране, и уступка нет». Выпорядки из моих садов детства, там со стеркви, кто без чё подоцкнул, подсказал мой, моим друзьям, души моим утратам. Времени не страшен жизнь идет, моих друзья, только моя награда. Тут я прорываю жезнему всех. Там мои друзья, души моим утратам. И в Tambom it brush sensitive, моим den��よる, увидел моим утратам. Круг я прорываю жжно-стат. Я понимаю всех вас очень-очень часто, не отпускаю жизнь в тени здания. И у нее бывают и порой на власти, но позднимите вы, но печь идет всегда. И пусть не часто не бывают наши встречи, тебя за нас поразделяют в душу. Приятный шар у нас, друзья мои, пил в этот вечер, и пусть все-таки знают, что их делать. Приятный шар у нас, друзья мои, пил в этот вечер, и пусть все-таки знают, что их делать. с неба. Мои друзья, он приноел и граждан, тут не оживаю все, не все. Но не полностью нечастливы бывают наши встречи, и города нас пораждают. Ух! Пусть я не пью в дорогах вечер, и пусть я не знаю, что есть грусть. Мои друзья, дочери моих отражда, и времени в проживании жизни бьет, моих друзья, скукер моих отражда. Пусть я убавлюсь в жизни в милете, и моих телуги, дочери моих отражда. И времени в проживании жизни бьет, моих дочери моих отражда, и пусть я убавлюсь в милете. Скажите, аксессуальные друзья, у вас богато друзей? Ну, если вы чеете, то у меня в одних только одноклассниках больше десяти тысяч друзей, друзья-друзей порядка миллион. Да, если на моих сайтах myconclo.ru там тысячи людей, если смотрят ваши сверх десятки тысяч телезрителей и миллионы телезрителей, которые смотрели меня в те же поле, еще десять лет назад, но я призвал привет от Украины, от новоизбранного президента, дарил подарки из Украины, Якубовича снимался в программе «Званый ужин». И многомиллионная аудитория по всему миру, потому что спутники телеканалы смотрят достаточно далеко и много, то друзей у меня, слава богу, много. И я рад, что на одну подружку у меня сегодня стало больше. Я очень рад, что мы с вами подружились, да, будем встречаться в интернете, независимо от расстояния, независимо от границ. Но я бы хотел, чтобы мы с вами видели встречи чаще, потому что мы с вами вместе несём радость и позитив всем тем, кто смотрит телевидение. То есть для чего вы целует этот друзей? Я вообще люблю в человеке, даже не красоту, да, красота не вечная, вечная любовь, так говорят. Я люблю в людях порядочность, доброту души, и чтобы душа отзывалась на то доброе, которое человек посылает. То есть в моих песнях, почему говорят в личности такие души, потому что я складываю только добро, только позитив. У меня нет злых песен, у них нет грустных песен, таких что вот, да, есть трагические песни, но они тоже должны быть в репертуаре, как песня «Беслан», «Память деток погибших в Чечне», вернее, в «Беслане», и «Память погибших в Чечне», ребят, песня «Серёга, Серёга», по которой плачут многие матери. Ну это как память, дань памяти тем порой ненужным событиям, которые бывают в политике, когда из-за политиков страдают люди, дедные дети. Ну, все есть в репертуаре, но больше позитива, потому что в нашей жизни страшной порой часто негатив, когда включишь в программу «Телевидение», да, и 80 процентов что-то взорвало, что-то рухнуло, что-то упало, туристы погибли. А хочется больше позитива. Почему я не смотрю телевизор? Я смотрю либо только там, где меня показывают, либо смотрю какие-то музыкальные программы, опять же, молодых исполнителей больше интересуют. Все эти купленные рейтинги в этот шоу, где там один артист качнет с программы в программу, с канала на канал, вот все, знаете, я это не смотрю, потому что эти все лица уже многим поднадоели. А вот когда вы делаете, я приезжаю в Украину, в Кременчуг в своем родном, и смотрю «Квадрат успеха», да, там ваши передачи молодых исполнителей, мне это интересно, потому что смотришь, сколько талантов есть в Полтавской области. В том же Кременчуге есть талантливые артисты, которые занимают лидирующие места в разных таких молодежных сейчас ток-шоу. Кременчуге в Дармашу, там мальчик поет, Слава Корецкий, ну то есть очень много талантов. Поэтому я не перечисляю себя прям каким-то там великим артистом, нет. Я просто честно делаю свое дело. Люблю свою работу, люблю своих зрителей, люблю своих поклонников. Эту любовь мне никто не заберет, никогда не украдет, так же как и меня у вас. Вы успешно любили. Может у вас есть своя властная формула успеха, может поделать персонал? А это быть честным. Я уже говорил, что когда ты честен во всем, и когда тебе нечего скрывать, нечего стесняться, а ты любишь людей, любишь свою работу, профессию, вот в этом и есть составляющая успеха, это трудолюбие. Я сплю мало, я ложусь в 5-6 утра, потому что очень много тысячам людей отвечаю без того, чтобы поспать. Я чаще в разъездах на гастролях. Но я за эти 5-6 часов снова успеваю взбодриться, приехать на утренний ранний эфир телекомпании «Бодрячком», зарядить своей энергией не только ведущих, но и всех телезрителей, и вот как сегодня просто красивую, хорошую встречу очередную провести с тем, кто меня любит и знает. И, будь ласкова, очень побожай на наших телеглядачанах. Я хочу пожелать, уважаемые телезрители канала «ТАО», пожелать всем крепкого здоровья, в первую очередь, любви, счастья, красивой песни в душе, чтобы все получалось, чтобы в вашем доме был только мир, покой, счастье, любовь, уют. А я, Михаил Михайлов, буду всегда дарить вам хорошие, добрые песни о любви. Верьте только любящим и весне, не пугайтесь в юге и холодных дней, бьется сердце в доброй тишине, ласкови и нежней. Будьте счастливы, друзья! Пусть мечта весенняя дарит вам везение и надежду, и тепло, и свет. Будьте счастливы, друзья! И живите много лет!